Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр и мы поговорим о работе над ошибками. Сделать эту работу надо сейчас в начале сезона. Четыре причины, по которым мы не получаем хорошего урожая картофеля. Эти причины очень легкие, как бы легко их запомнить и тоже их надо исправлять. Первое, больной или случайный посадочный материал. Как мы выбираем посадочный картофелем. В магазинах продается большой выбор сортового картофеля. Как-то многие считают, что это задорого и идут покупать на рынке. Покупают на рынке разные сорта. Все помнят, всех на слуху сорт Ченегласка. Так знаете, сорт Ченегласка выпущен в производство в 1937 году. Поскольку семеноводство по этому сорту больше не велось, считается, что сорт почти уже 80 лет культивируется. Соответственно он уже выродился. Большого урожая он вам не даст никогда. Следующий сорт, точно так же, который у всех на слуху, это Детско-сельский. Детско-сельский вошел в производство в 1954 году. То есть сорт тоже, который как бы уже давно выродился, поскольку семеноводство по нем не ведется. Сорт Адрета. Более свежий темп. Это уже 70-е годы. Эти сорта точно так же. Уже прошло время. Эти сорта точно так же выродились. Ну на рынке можно купить, конечно, ведро этого картофеля. Вы посадите. Ну так вот знайте, что есть и потенциальная урожайность картофеля новых сортов, которые элитные сорта. А почему элитные сорта? Потому что когда они получают с научных учреждений, они выращиваются. Потом получат супер-супер элиту. Приобретают, садят, получают элиту. Вот эту элиту чаще всего продают нашим дашникам. За элитой потом идет первая репродукция, вторая, третья, четвертая. Ну уже пятую репродукцию садить как бы бесполезно, потому что сорт вырождается. Поэтому сами понимаете, что я рассказал вам в начале про старинные сорта, что уже бесполезно садить то, что было когда-то. Потому что эти сорта имеют низкую урожайность. Для сравнения. Потенциал сорта, который выведен в элитной форме, который еще находится, составляет где-то 600-700 килограмм с одной сотки. Потенциал сорта, который уже вырождался, 80 килограмм. 80-90-80 килограмм. То есть, что они в 10 раз меньше. Поэтому мы занимаем площадь, выращиваем как бы и ботва хорошая вроде бы, а урожая нет. Вот наша ошибка. Поэтому никогда не меняйтесь с соседями. Старайтесь меньше покупать на рынке непроверенные сорта, которые неизвестны какой уже репродукции, какого они времени. Вы покупаете семена в магазинах. Неважно, какие это магазины семенные, то ли хозяйственные, то ли строительные. Они получают непосредственно от производителей. Они имеют документы на сортовое качество семян. И, соответственно, уже это обеспечивает хороший урожай. Ну, следующая причина, которой мы не получаем часто картофель, это как мы поступаем. Это то, что мы картофель не подготавливаем к посадке. Подготовка картофеля к посадке включает две стороны. Первая сторона – это проращивание картофеля. Это, как минимум, самый малый срок – две недели до посадки. Картофель надо достать и подержать на солнце, на свету при положительной температуре. Ну, самый большой срок – в течение трех месяцев. Это как ваши условия позволяют. Значит, картофель, который проращен, он сходит гораздо быстрее и он дает урожайность в два раза выше, чем тот, который мы прорастили. Ну и картофель необходимо обеззаразить. Почему? Потому что мы картофель, любой картофель мы как садим? Мы садим, надеясь, на иммунитет. Посадили, и вот он растет, как растет. А вся Западная Европа, та же Голландия в частности, они весь картофель, весь перед посадкой обрабатывают. Необходимо обработать, не боитесь химии, золой. Обыкновенная зола. Пол-литровый банк на 10 литров воды растворили и обрызгаете клубни этим раствором. Вот, даже клубни можно обрызгать раствором мыла. Это 50 грамм на 10 литров воды, раствором соды тоже питьевой. 50 грамм на 10 литров воды. Значит, это уже избавит ваш картофель от развития болезней во время роста. То есть, он поведет в землю. Условия могут быть разные. Земля может быть холодная, земля может быть такая тяжелая. Значит, гнили не разовьются, за счет того, что на ваших клубнях будет такая обработка сделана. Ну, обработку можно сделать, конечно, как опрыскивание, точно так же при небольшом количестве клубни. Можно какую-то ванночку высыпать клубни, перемыли, достали. Следующую окунули в эту и опять же достали. Такой обработки в течение буквально 1-2 минут вполне достаточно, чтобы зашить ваш картофель. Следующая причина, которая также часто недооценится нашими огородниками, что картофель очень резко снижает урожайность, если он зарос сорняками в начальный период роста. То есть, если всходы появляются в сорняках, значит, уже на большой урожай картофеля расширывать не приходится. Растельник как бы само себе программирует, что ему придется бороться за жизнь, а не давать урожай. Поэтому старайтесь, чтобы сорняки не зарастали. Тем более, что на картофеле это сделать очень легко. Первое оборонование на седьмой день после посадки, второе оборонование на четырнадцатый день после посадки и дальше междурадная обработка на двадцать первый день, когда начинают появляться всходы. Появляются всходы картофеля, они появляются, как правило, через три недели после посадки, вот тогда пройти обработку. Чистый картофель, значит, чистые посадки дают хорошие крепкие ростки и, соответственно, дают хороший хороший урожай. Ну, еще и самая главная причина, которой мы часто без урожая, значит, что мы садим сорта и мы все боимся химии, но это очень заблуждение большое, потому что ежешь кроме химии есть и другие доступные средства, значит, это несвоевременная борьба с фитофторой и колорадским жуком. Эти два объекта на картофеле приносят наибольший вред и могут ваш урожай, значит, уничтожить по максимуму, оставив вам только крохи. Поэтому с фитофторой бороться очень легко. Сейчас же есть целый ряд препаратов, это иерцерид, это ридамил, это браво, это системных препаратов, которые хорошо борются с фитофторой на картофеле. Это же оксихом, пинкоцеп, но не забывайте, почему никогда мы достигаем эффекта. Потому что такие препараты, как пинкоцеп, они, то есть, на основе серы, они действуют при температурах выше плюс 20 градусов. При низких температурах они не оказывают никакого влияния на фитофтору и поэтому мы не всегда получаем эффект. Системники же не такие капризные, их можно применять при более низких температурах. Точно так же, как все медсодержащие препараты. Ордан, оксихом, хлорокисмеди, абига, все эти препараты можно применять на вашем картофеле. Вот колорадского жука, перечень всегда очень большой. Каждый год появляются новые препараты, но тоже препараты необходимо чередовать. То есть, записывается, что один год вы покупали одни препараты против колорадского жука, другой год стратят другие. Ну, для того, чтобы не было ошибок, почему? Потому что есть препараты разными, но и тоже действует вещество, а у разных фирм существует по-разному. Ну, названия различные, торговые. Вот тоже Танрек, Зубр, вроде Тарнек, Зубр, вроде разные препараты, а там одинаковый химический состав. Поэтому вы каждый раз записываете не только препарат, но и действует вещество. В данной упаковочке написано столько и столько миллиграмм на литр действует вещество такого препарата. Тогда вы точно будете бороться с колорадским жуком фитофторой разными препаратами. Соответственно, ваши посадки будут очень защищены от этой напасти, и вы будете получать хороший урожай. Сделайте эту работу над ошибками. Закупите хороший посадочный материал, закупите хорошие препараты для борьбы с колорадским жуком фитофторой, и вы будете иметь хороший урожай. Ваш труд на земле не пойдет на смарку. Он будет вас только радовать и обеспечивать хороший урожай картофеля. Удачи вам и хорошего урожая. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова